Буквально вчера прошло торжественное заседание в Архангельском драмтеатре, посвященное 51-м Ломоносовским чтениям. И к нам в Архангельск приехали первые ученые России из Московского государственного университета и вчера выступали на нашей архангельской сцене с докладами. Приехали доктора наук из Уральской академии наук и другие известные двигатели современной науки. А мы в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова проводим малые ломоносовские чтения, тоже уже не один десяток лет. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек Борчук Ангелина Васильевна. Доцент, кандидат педагогических наук, сотрудник образовательного центра Ломоносовский институт Северного Арктического федерального университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Ангелина Васильевна представит энциклопедию о Михаиле Васильевиче Ломоносове, в которой опубликовано 675 словарных статей и над нею работали 286 авторов. А Ангелина Васильевна член редколлегии и в сущности она собрала все эти материалы воедино и самую первую роль сыграла в том, чтобы эта книга появилась на свет. Здравствуйте, уважаемые студенты, ученики, гости. Сегодня хотелось бы вам представить энциклопедию, которую мы написали в течение 4-5 последних лет. Идея создания энциклопедии появилась после того, когда мы, поработав над Поморской энциклопедией, все ее знаете, то есть 25 лет мы работали над Поморской энциклопедией, но по некоторым причинам не все статьи вошли в Поморскую энциклопедию. И люди решили создать Холмогорскую энциклопедию. Работали ученые по разным районам. И Каргопольская энциклопедия, и Нинский национальный округ есть энциклопедия и так далее. То есть это все идет после Поморской энциклопедии. Такие ученые, как Буторина Татьяна Сергеевна, Хантелин Рудольф Афанасьевич, Рехачев Виктор Павлович и Большакова Наталья Владимира на одном из совещаний в Йемицке решили, что будет энциклопедия. И начали собирать редакционный совет. Хотелось бы рассказать о тех людях, которых я сейчас перечисла. Во-первых, Буторина Татьяна Сергеевна. К сожалению, ее сейчас нет. Она умерла в 2018 году. Но это такой интересный человек. Я с ней проработала практически всю жизнь. Здесь на слайде представлено небольшое количество того, что Татьяна Сергеевна сделала в нашей жизни. Она открыла новое направление науки. Это педагогическая регионология. Она разработала проект национально-региональный компонент и многое-многое другое. Татьяна Сергеевна написала более 700 книг различного уровня, то есть методические рекомендации и так далее. И 200 было посвящено Михаилу Васильевичу Ломоносову. Так как она является землячкой Михаила Васильевича, и она родилась в Емецке, то, естественно, и свою работу она посвятила Холмогорскому району. Ради его процветания пыталась найти какие-то возможности помочь району, работала с этим районом. Диссертация у меня была посвящена Михаилу Васильевичу Ломоносову. И еще Татьяна Сергеевна рассказывала, когда она училась в докторантуре, и она в Архангельск везла на саночках подписку, вернее, книги, которые писал Ломоносов, все эти его издания. Она там скупала все и везла здесь в педагогический институт. Кроме этого, Татьяна Сергеевна планировала, и мы уже работали над этим вопросом создания Ломоносовской усадьбы в Холмогорах. В чем сущность этой усадьбы? Но, к сожалению, ее мечта не осуществилась, и так как ее не стало, ей, в общем-то, пока никто не занимается. Может быть, вы подхватите этот почин. В чем сущность Ломоносовской усадьбы? Здесь говорится о том, чтобы развивать этот район как туристический комплекс, как сельскохозяйственный комплекс и так далее. У нее была составлена программа. Здесь работали, и мы уже собирались, представители северодвинской звездочки. Они были согласны вкладывать деньги в этот проект. Софу обязательно, потому что мы работаем на базе Софу. Кроме этого, у нас были меценаты из Германии. Они также вносили свои предложения, приезжали к нам и были готовы пожертвовать определенную сумму, чтобы этот проект состоялся. Но, к сожалению, я просто вам о нем рассказываю, потому что его нигде нет. А то, что сделано, у нас уже все прописано. Сейчас, кстати, готовится книжка о Татьяне Сергеевне в серии «Жизнь замечательных северян». Когда выйдет, не могу сказать. Второй человек, который также работал, вернее, родился в Йеменске. А, нет, вернее, не в Йеменске, он в Заболоке. Татьяна Сергеевна в Йеменске. Холмогорского района. Это главный редактор. В Йеменске, да, рядом там. Мы туда ездили. Контолиан Рудоф Афанасьевич. К сожалению, он не дожил до окончания этой книги. Он умер буквально перед тем, как эта книга вышла. Рудоф Афанасьевич также очень ответственно, бережно относился к своему краю. Он любил свой край, часто туда ездил, участвовал в всех мероприятиях, которые проходили. Это и Ломоносовские чтения, это и Рубцовские чтения и так далее. И другие очень Рудоф Афанасьевич переживал, когда папанинцы улетали на север. Вы знаете, да, вот эту экспедицию. Они жили в Холмогорах. И тот дом до недавнего времени находился, стоял там в Холмогорах. Но, к сожалению, в настоящее время его распилили. На дрова, как сказали, что он вроде бы как уже жил своё. Но он очень переживал, говорит, что там нельзя было этого делать, надо было что-то отреставрировать, и как память надо было сохранить. И у него ещё много было различных таких идей. И он очень старался, чтобы хоть что-то сделать для своего родного края. Следующий член нашей комиссии – это Ряхачев Виктор Павлович. Ему сейчас уже 90 с лишним лет. Но он до сих пор работает в Первой городской больнице, оперирует. Очень умный, интересный человек. Здесь про него, здесь тоже подробно написано. Что хочу подчеркнуть. Он автор многих трудов. И здесь написано 130 работ и так далее. И кроме этого он также принимал участие и в Поморской энциклопедии, и был в редакции нашей Холмогорской энциклопедии. Большакова Наталья Владимировна – это глава округа Холмогорский район. Очень интересный человек, добрая женщина, заботливая. Она постоянно думает о своём районе, любит и знает многих людей из Холмогорского района. Очень приветливая. Ну и здесь мы разместили фотографию, где она поздравляет ветеряна на День Победы у него дома. Редколлегия, которая сформировалась после того, как появилась идея создания Холмогорской энциклопедии. В состав этой редколлегии естественно вошёл Ханталин Рудольфов Анасович, как главный редактор. Я у него была заместителем. Новоселов Альберт Иванович, Панин, Рехачев, Большакова, Журавлёв, Сидорова Елена Николаевна, заместитель Большаковой Натальи Владимировны и Ворчук Елена Николаевна. И расскажу о каждом понемножечку. Новоселов Альберт Иванович – это редактор. Он сейчас на пенсии работал в газете «Правда с севера». Он начинал с Рудольфом Анасовичем работать над созданием энциклопедии и продолжал редактировать. Про меня вы уже знаете. Панин Геннадий Леонидович. Он подключился к нам в конце. По просьбе Рудольфа Анасовича он его попросил оформить нашу энциклопедию в таком же стиле, как и он сделал про Каргополь. Он писатель, живёт и работает в Каргополе. Он создал Каргопольскую энциклопедию и помог нам в оформлении нашей энциклопедии. Журавлёв Павел Сергеевич, директор государственного научного учреждения. Это Ломоносовский дом на набережной, который в своё время тоже создавал и внесла идею её создания Бутарина Татьяна Сергеевна. Затем там долгое время работала Добрунова Галина Павловна, а сейчас на её месте Павел Сергеевич. Он также был в нашей редакции и, естественно, помогал с материалами. Мальчук Елены Николаевны. Вот на её плечи легла вся работа, то есть все рукописи, все эти моменты, то есть вся книга напечатана этой девушкой. Кроме этого, она также помогала редактировать, подобрала фотографии и написала ряд статей для энциклопедии. Мы скромничали. Елена Николаевна присутствует у нас в зале. Елена Николаевна, покажитесь, пожалуйста. Да. Я сразу вам показала, обратите внимание, вот какой огромный труд только в Холмогорском районе. Ребята, смотрите, какие у нас подвижники в Архангельской области, продолжатели дела Ломоносова. Ну, значит, работали мы на базе нашего Ломоносовского института, это было удобно в Архангельске, в Сафу, в Ломоносовский институт. Мы туда людей приглашали, с ними беседовали, согласовывали фотографии, согласовывали статьи. То есть труд вёлся такой плотворный. Ну, здесь я перечислила некоторые администрации, которые, вернее, те, кто принимали участие в данной энциклопедии. Это, естественно, администрация Холмогорского района, управление образованием Холмогорского района, Холмогорская библиотека имени Ломоносова, историко-мемориальный музей имени Ломоносова, библиотека Сафу, библиотека деревни Заболати и Ломоносовский фонд. Руководитель Павел Сергеевич. Ну, и хотелось отметить тех людей, которые с нами непосредственно работали. Это Баландина Татьяна Егоровна, Языкова Надежды Вячеславовны, это с Холмогорской библиотеки. Савельева Евгеньева Евгения Рудольфьевна всегда откликалась на наши просьбы помочь в библиографии и так далее. Панина Лидия Павловна из Заболати, Вымарков Николай Викторович, директор музея имени Ломоносова и Улитина Юлия Владимировна. В энциклопеде мы использовали 780 иллюстраций. Это фотографии из архива Буториной Татьяны Сергеевны, Кузнецовой Анны Павловны, Кузнецовой Панина, Ханталина и Шитовой. Из фондов Ломоносовского дома, Ломоносовского института, Зачачевского музея, Холмогорской библиотеки, историко-мемориальный музей имени Ломоносова. Ну и авторы современных фотографий слева у нас перечислены. Это Вымарков Николай Викторович, Глушенко Анатолий Скипанович, тоже сейчас на пенсии. Он работал в фотокорреспондентах «Правде Севера» и так далее. Панин Угольников из газеты «Холмогорская жизнь», директор. Как пользоваться энциклопедией? У нас там есть страничка, которая посвящена этому вопросу, но здесь кратенько можно сказать, что все статьи расположены в алфавитном порядке, так и положены в энциклопедии. Здесь не имеет значения год, время, содержание, все шло по алфавиту. Ну и в конце здесь представлен список сокращений, заканчивается книга списком литературы, где указано название статьи и автор этой статьи. 27 мая 2022 года состоялась презентация в Холмогорах. Хочу подчеркнуть, в небольшом стечении народа зал был полный, народу много. Практически присутствовали многие-многие авторы, поэтому встреча прошла в очень тёплой обстановке. С некоторыми мы познакомились лично, потому как либо по телефону общались, либо через интернет и так далее. Следующее. Я хочу вам представить некоторые фотографии. Я думаю, текст сами возьмём, мы прочитаем книжечки. Фотографии там тоже есть, но для вас хочу просто показать, чтобы вам им было интересно. Вот посмотрите, фотографии старые, но объять необъятное невозможно. Я некоторые фотографии выбрала, мы с вами вот сейчас посмотрим, а там у нас есть цветные вкладки, и вы можете посмотреть, какие там были моменты в жизни этого холмогорского района. Вот здесь представлена пожарная часть в Холмогорах, 35-й год. Фотографии 35-го года. Самолёт готовится распылять удобрения на лугах, 1982-й год. Самолёт находится на аэродроме в Холмогорах. Затем челюстной погрузчик, видите, как дрова грузили на лесовозы. Ну и вот теплоход «Заря» в Холмогорах, который перевозил людей с острова на Холмогору. Полюбуемся деревни, современными деревнями. То есть вот здесь представлены выморков фотографии 20-го года, деревня Вавчуга. Я опять хочу подчеркнуть, что некоторые деревни я просто сюда разместила, а там книги и больше. село Матигоры, село Ломоносова, там Левшинская. Левшинская – это из Матигор, автор. Очень интересный человек, очень намного предоставила фотографии, которые также размещены в этой энциклопедии. Деревня Чухчарема. Посмотрите, какая красивая. Деревня Заребёдка. Можно съездить посмотреть в Холмогоры. Вот такая у них набережная. Здесь уже в фильме говорили про дом Божениных. Здесь мы тоже взяли для экспозиции. Дом в настоящее время ещё стоит, раз фотография современная. Про Божениных книжки очень хорошо написали авторы. Здесь деревня Харлова. И вот здесь вот берег Северной Двины, недалеко от Холмогор. И Рудольф Афанасьевич говорил, что когда он был молодой, ещё подростком, они бегали там, добывали гипс. Подрабатывали подростки. Вот как раз вот в этих местах. И этот берег белый. Здесь они доставали этот минерал. Так, следующее. Нельзя забыть про холмогорских коровушек. Вот они, красавицы. Холмогоры славились сельским хозяйством. Именно холмогорские коровы. Они были выведены. Ну, здесь, что хочу сказать. В период перестройки Рудольф Афанасьевич сказал, что он слезами обливался, когда приходилось их убирать. Такие правила были. Что там обнаружили, как обнаружили. Сейчас всё восстанавливается. Вот. Опять же, особенность этого района это холмогорская резьба по кости. Вы видали и в музеях, и в магазинах. Кто-то бывал в холмогорах. Там есть фабрика резьбы по кости. Там даже есть училище, где учат, как работает по кости. Здесь я представила несколько изделий. То есть, вот это рамка для фотографии, гребень. Здесь собака и с белкой, и украшения. Шахматы ещё. Очень интересный материал нам представила автор Кузнецова Анна Павловна. Это холмогорская козуля. Пять миров, символ Вселенной. Вот такой козули нигде и ни у кого нет. Только в холмогорах. И посмотрите, что видел холмогорец в этой козуле. То есть, вот козуля здесь в областном павлическом музее у нас в Архангельске 32-й год. И вот это современное. Сейчас они тоже возрождают это ремесло создания этих козуль. Козуля считалась оберегом. И их дарили на различные праздники. И козулю ставили рядом с иконами как оберег. Ну, и вот суть этой козули. То есть, человек внутри он связан с небом и что его окружает. Анна Павловна и ее предки, деды и прадеды были козульщиками в холмогорах. Поэтому она разработала этот материал и нам его представила. Ну, нельзя и без Рубцова обойтись. Николай Михайлович родился в Йемицке. Но, к сожалению, у него рано умерла мама. Его перевели в детский дом в Вологодской области. Он рос. Но, тем не менее, на родине Рубцова в Йемицке сохранился тот дом, где они жили. Видите, там портрет Рубцова. Это современная фотография. Геннадий Леонидович Панин ее фотографировал. Здесь рубцовские чтения. Они проходят ежегодно. скульптура, памятник создал овчинников Николай Анатольевич, наш архангельский скульптор, муж Шек Надежды Капитоновны. Надежда Капитоновна Шек, у нее недавно была выставка, по-моему, она сейчас идет или нет, не знаю, на музее на набережной. Да, нет, не в морском, а сейчас скажу, Мария, музей в Арктике, да, в Арктике. Да, она нас туда приглашала, мы ходили, Надежда Капитоновна, она сделала памятник Абрамову около нашей библиотеки Добролюбова стоит, а вот ее муж Николай Анатольевич, его, к сожалению, нет, он умер, это как раз это его одна из последних работ, памятник Рубцову. Ну и на рубцовские чтения приезжала семья Рубцова, его дочь Елена Николаевна и внучка Маша. Чтение-то каждый год, но они не каждый год приезжают. Вот это портрет Ломоносова, его в юности, то есть вот он в море ходил, сегодня про него рассказывали в фильме, и вы знаете о нем. Эта картина долгое время висела у нас в аудитории, я много лекций читала под этой картиной, сейчас, к сожалению, ее куда-то убрали, я спрашивала у нее, никто не знает, куда она ушла. Пароход Ломоносов на Волге. Здесь у нас есть исследование имя Ломоносова на карте мира, но здесь мы его не помещаем, в энциклопедию не вошло, но, по крайней мере, материала достаточно. Так, следующее, Ломоносовские чтения. Вот на Ломоносовских чтениях, когда мы туда приезжаем, каждый раз нас холмогорцы встречают хлебом и солью. Здесь на фотографии Татьяна Сергеевна Бутурина, про нее я вам сегодня рассказывала, ну, а за ней мы стоим, в кадр не вышли, но и там много-много людей. Ежегодно тоже ездили на холмогорские чтения. Следующее, вот тоже интересная фотография, это река Куракога. То есть мы собрались на Ломоносовские чтения, и чтения проходят в Холмогорах, сначала мы слушаем выступления ученых, сами выступаем в Холмогорах, в администрации, а затем либо на пароходе, либо пешком переходим через Кураковку и едем, там уже автобус стоит, едем туда в село Ломоносово, в музей и так далее. И вот в 2015 году случилось так, что река ночью встала, а мы приехали. Поэтому вот впереди у нас идет батюшка, затем мы там на расстоянии друг за другом, лед прозрачный, мы идем, поедимся, на двух берегах стояли представители МЧС, если не дай бог что-то, да, да, а по-другому никак. Ну, наш, наш сфотографируем, эта фотография почему-то мне хотелось ее разместить. То есть, да, мы специально растянулись, чтобы не стоять, не идти толпой. ничего еще не сделано, вот она еще только замерзла. Мы пытались там рыбок рассмотреть, потому что лед был увиден, мы идем по нему, он нас потрескивает, я не видела рыбок. Да, да, ну ведь, ну ведь надо же, все равно дошли и туда, и обратно. Ну, и еще хотела вам говорить, рассказать о наших коллегах из Германии. Это здесь представлена Анталия Владимировна Большукова, глава Калмогорского района, супруги Энгель и Татьяна Сергеевна Абутуревна. Что я вам хочу сказать, вот видите, я сделаю эту фотографию, прежде всего, из-за того, чтобы вам показать букет. Посмотрите, какой красивый. Это розы Ломоносова. Их вывели в Германии, этот сорт, он называется розы Ломоносова, и они его, вот этот венок привезли из Германии, в самолете, говорят, отдельное место занимали, чтобы их не поднять, чтобы они там были красиво упакованы, да, и тем не менее. Видите, какой нежный, красивый цвет, необычные. Все, благодарю за внимание. Вопросы есть? Спасибо.